Татарстан Многомиллионное взыскание и 7,5 лет колонии строгого режима За что осудили бывшего замначальника танкового училища, узнал Дмитрий Аринин Споры вокруг птиц Это крик, это шум, это гам Как между соседями возникли разногласия из-за пернатых В сюжете Альбина Минебаевой Мастер слова и первый диктор татарского телевидения Каким запомнили Айрата Арсланова, Анна Городнова Тонкости посевной, как таблица умножения, знать, уметь и применять Такая задача главам районов и президента республики Весна запаздывает, отмечают в Менсельхозе Поэтому придется побороться за будущий урожай И возможно поменять тактику посевной В Татарстане началась приемка техники А в Заинском районе одними из первых в республике приступили к подкормке о зимах О полях, хозяйствах и особенной весне Лейсан Сабирова Перед началом полевых работ благословения от Сагид Хазрат Камалова На старт первыми в Татарстане вышли с заинцы Начали подкормку о зимах Все вопросы отработаны В течение зимы мы ремонтировали технику Около 500 человек будут механизаторов участвовать Обязательно мы уже третий год ставим вопрос Формирование, комплектование вот этих 50 энергоносных тракторов Двумя-тремя механизаторами Чтобы круглые сутки эти тракторы у нас работали С легкой руки заинцев надеются аграрии Засеять нужно 3 миллиона гектаров Предполагают, что в непростых условиях На полях появились первые проталины А значит через неделю, 10 дней снег полностью сойдет А уже через 2 недели, по прогнозам специалистов Отдельные районы приступят к Севу Синоптики прогнозировали позднюю весну Однако за последние дни апрель сделал свое Никак нельзя сказать, что весна поздняя Потому что переход через 0 градусов У нас осуществился в середине первой декады апреля Это как раз средние многолетние сроки Весна пришла вовремя, но тревожная Осенью накопилось достаточно влаги Однако земля местами промерзла до метра При резком потеплении снег может растаять До того, как оттает земля Значит вода просто уйдет Прогнозам ученых прислушиваются и министры У нас в Татнисходе есть профессор Шайтанов Фамилия такая неудобная Но вот по его прогнозам Нам май-июнь обещают достаточно жарким и сухим Поэтому мы тактику посевной должны Несколько скорректировать с учетом этого прогноза Первое начать с баранования Сейчас во всей республике идет приемка техники А президент напомнил, что один весенний день год кормит Уважаемые главы Вот как таблица умножения И вот Как удобрения Как семена Подготовку техники Подготовку механизаторов Вся эта система, она должна четко Заранее быть подготовлена Вникайте в эти вопросы Снег на полях, а в овощной базе кипит работа Готовит семенной картофель Весна, наверное, будет как обычно, я думаю Многолетняя температура примерно одинаковая получается Думаю, это первый декаде мая, я думаю, выйдем на посадку А вот садоводам-любителям советуют не торопиться В открытый грунт рассаду не раньше 25 мая Еще в начале июня, особенно в северо-восточных районах Ожидаются заморозки Александр Сабирова, Данил Филатов, ТНВ Посевная с душком В Буинске на чиновников управления сельского хозяйства Задено уголовное дело По версии следствия, они заставляли местных аграриев Закупать минеральные удобрения Через республиканский агропромышленный центр Инвестиций и инноваций Оплачивали поставку за счет средств господдержки В 2016-2017 годах одна из буинских фирм Получила субсидии на развитие растеневодства Организация заключила с Рацин договор На покупку более 70 тонн удобрений на 3 миллиона рублей Следователи сейчас устанавливают причастных К совершению преступления Напомним, в декабре прошлого года Аналогичное дело завели в Мамадырском районе Кроме того, в настоящее время следствием установлено Что еще два сельхозпроизводителя района Аналогичным образом были лишены права распоряжаться Поступавшими субсидиями Перечислив за счет договора поставки 600 тысяч рублей На данный момент проводятся следственные действия Направленные на установление всех обстоятельств произошедшего Расследование продолжается На 7,5 лет в колонию строгого режима Отправили бывшего замначальника Казанского танкового училища Такой переговор сегодня огласили В Казанском гарнизонном военном суде Эксполковника Александра Мельника Признали виновным в получении взяток Что повлекло такое наказание И почему подсудимый свою вину не признает Разбирался Дмитрий Аринин Как следует из материалов дела События, которые привели к судебному процессу Приговоры происходили в этом училище В 2015 году По госконтракту здесь должен был выполняться Определенный объем работ По санитарному содержанию территории И конкретно по косу травы Выполнять эти услуги наняли одну компанию По версии следствия Замначальника училища полковник Александр Мельник Неоднократно подписывал документы о выполнении работ При этом указанные объемы Не соответствовали действительности В ходе проверки были выявлены недостатки В исполнении госконтракта В частности площадь всей покошенной 2015 года территории Не превышала 600 тысяч квадратных метров А не 2 миллиона 860 тысяч 500 квадратных метров Как это было указано в учетных документах При этом по данным следствия Александр Мельник получал денежные вознаграждения От представителя нанятой фирмы Когда в мае 2015 года Мельник попросил мне 15 тысяч рублей Якобы на эмон в помещении штаба ТРУ КВКО Нагимова решила ежемесячно в качестве денежного вознаграждения Передавать Мельнику из личных средств по 15 тысяч рублей Рассчитывая, что беспрепятственно Будет подписывать подготовленные ежемесячные справки потребителей услуг Общую сумму ущерба Министерства обороны России Оценили в более чем 20 миллионов рублей Замначальника училища признали виновным Злоупотребление должностными полномочиями И получение взяток Гражданский иск Министерства обороны Российской деятельности Кмельник подготовить полностью И взыскать с него в пользу гражданской СЦ 20 миллионов и 408 тысяч 538 рублей Александра Мельника уволили из Минобороны И решили звание полковника Мужчина был взят под стражу в зале суда Осужденный Мельник Сущность приговора понятна? Так При этом осужденный свою вину не признал Его адвокат с приговором не согласен Прямую причину следственной связи Между действиями и бездействием его позащитного И наступившими последствиями В виде причинения государства ущерба Мы считаем не имеется Поэтому безусловно мы с таким приговором Не согласны категорически Вина не доказана В основу приговора положено Неубедительные Неточные Непосредственные показания свидетелей По поводу взятки в частности И конечно же мы будем его обжаловать Защитник собирается обжаловать решение суда На это у него 10 дней С момента получения копии приговора Дмитрий Айринин, Адель Малахметов ТНВ, Казань Нелегальные перевозчики Объявили войну легальным Такая курьезная ситуация Разворачивается в челнах Предприниматели на междугородних перевозках Не могут поделить пассажиров Недобросовестные водители Перехватывают людей на остановках В выходах из вокзалов и больниц В погоне за пассажирами В ход идет грубость, порой и сила Об опасном рынке перевозок автограда Далее в репортаже Александр Дорошенко Ветеран боевых действий на Северном Кавказе Сейчас водитель микроавтобуса Он и подумать не мог, что армейские навыки Пригодятся в мирное время Ему приходится бороться за пассажиров С нелегальными перевозчиками По его словам, конфликт длится около двух лет Закон о легальных перевозках Мы его придерживаем У нас белый цвет машин Мы специально купили машины эти Да, мы осуществляем Мы перевозим и детей Специально оборудуем Детские кресла у нас есть У всех есть По словам мужчины, большую часть клиентов Автовокзала забирают нелегалов Так как они перехватывают их на остановке И до кассы они просто не доходят Нас пытаются с этой территории вытеснить Нелегальные перевозчики, находящиеся на остановке Автостанция Там их очень много работает Там порядка 40-50 машин работает Полицию забирали И их, и нас Вчера вот И всех предупредили Если подобное еще повторится То последствия будут для всех Возможно, пассажирам конкуренция между перевозчиками на руку Есть выбор Но при этом клиенты нелегалов ни от чего не застрахованы Но имеет ли это значение Мы решили выяснить непосредственно пассажирам Из Бухульму приехала Билет на автовокзаль купила Все-таки безопасность как-то более имеет значение для меня Зависит все от времени Насколько мне это срочно Не ездить с посторонними людьми Всякое может в дороге случиться Поэтому предпочитаю государственный транспорт У них там есть свои, скажем, медички Там, наверное, ТО какое-то там проведенное Машины исправные Ну, с другой стороны, сейчас уже и старых машин нету Чтобы они тоже были неисправные Скажем Пообщаться с нелегальными перевозчиками довольно-таки сложно Они боятся камеры Да и при ней вряд ли признаются, что зарабатывают на жизнь таким способом К примеру, вот этот водитель Подтвердить документально, что он легальный перевозчик, не захотел Клиентов перехватываете у легальных перевозчиков? Клиенты перехватывают, все работает нормально, легально А документы показать можете на перевозке? Челнинский пускай показывает, у нас все нормально А вы по каким городам работаете? В Нижнеканске Челнинские власти знают о ситуации И призывают перевозчиков работать по закону Постепенно это все переходит в законное русло Просто есть еще люди, которые живут в прошлом И считают, что я захотел, могу делать, что хочу Но так нет Любое действие, оно должно соответствовать требованиям законодательства Доконно послушные водители надеются, что городские власти примут меры И помогут навести порядок в сфере пассажирских перевозок На даче бесплатно Со следующей недели в Челнах Льготникам начнут выдавать талоны Для бесплатного проезда на свои садовые участки Одного человека 6 билетов в месяц Практика традиционна для Автограда И по предварительной информации Начать сезон этого года льготники могут с 1 мая А завершат 1 октября Какое транспортное предприятие возьмется за работу, выяснится после аукциона Когда твоя дорога домой превращается в испытание Не понаслышке, это знают жители деревни Урняк-Кумяк Лениногорского района Дорога в их поселении полностью разбита Скорая помощь добирается с трудом Продукты подвозят все реже Добираться в школу проблема О том, каково это, ждать ремонта Три десятилетия, далее в репортаже Кочки, ямы, колдобины, выбоины Недорога жизни Ралли-рейд приходится совершать жителям деревни Урняк-Кумяк Хасан Усманов работает шофером И каждый день проезжает по этой так называемой дороге Несколько раз Говорит, во всем виноваты большегрузы Их на трассе республиканского значения десятки Они всегда трубы же возят Трубы на базу Трассу делают Проезжают после себя Они что-то еще стараются делать Но здесь работа закончится Обещали, что заголодят дорогу Эта дорога соединяет с Лениногорском сразу три села Это 350 человек и половина из них пенсионеры Скорая сюда приезжает совсем не скоро Таксисты и вовсе обезжают это место стороной Для местных детей этот путь единственная дорога в просвещении В селах нет ни школ, ни детсадов Мы тот раз на Ниве, участковый меня возил в город Он еле-еле проехал Он говорит сюда, какой даже вот моя Нива И то говорит, еле-еле едет Поставщики в магазине уже жалуются Мы говорят, вам приезжать не у нас в Челнов, Сальмецк Поставщики товар возят сейчас Не такая основная трасса Из-за этого, когда может быть даже закладывали Уже не рассчитывали на такое движение Возможно Этот участок дороги построили 32 года назад С тех пор ремонта здесь не помнят Износилось не только асфальтовое покрытие Но и основание всего дорожного полотна Приезжала комиссия, все это вместе рассматривали Дорожным управлением отдела нашего Ливногорска Готовятся документы в суд Начаты работы по срочному аварийному ремонту, ямочному ремонту Вот пока совместно мы связь держим И с Минтрансом И с главтодортрансом И с подрядчиками Есть ли свет в конце этого бездорожья Пока предлагают лишь временное ограничение Передвижения большегрузов Чтобы уж дорога окончательно не превратилась В грунтовую колею Сергей Хайдаров, Фуат Гайсен, Булат Шофигулин ТНВ, Лениногорский район О своей проблеме жители деревни Урняк-Кумяк Лениногорского района Сообщили нам по телефону Если у вас есть что нам сказать Звоните по номеру 570-50-17 Гнезда грачей стали яблоком раздора Между жителями многоэтажки в Нижнекамске Чтобы прогнать птиц Одна часть горожан попросила вмешаться коммунальщиков И срубить деревья Другие же встали на защиту пернатых Картину «Грачи прилетели» изучала Альбина Минебаева Раздор между нижнекамцами принесли на крыльях птицы Грачи свели гнезда прямо под окнами многоэтажки Управляющая компания решила спилить деревья Где разместились крылатые Я понимаю, что распиливать деревья может быть нужно Но это нужно делать по уму Поздно осенью, зимой Чтобы они могли найти весной Другие места, пусть в лесу Чтобы вывезти птенцов Другие жители дома поддерживают коммунальщиков С возвращением колонии птиц их покой улетучился Жильцы жалуются на громкие крики пернатых Орут, два утра, как раз летают, они начинают орать Кто вот около станковых людей работает Ох, нельзя открывать, орут Вот как людям отдыхать Посидеть нельзя, белье повесить нельзя Это гадят они постоянно Это мы писали уже начальнику до управления Отводить грачей пытаются теперь с помощью коммунальщиков Последние утверждают, жильцы сами настаивают на резке части крон Проводим какую-то обрезку деревьев Только на основании заявлений от жильцов Соответственно, там целая процедура Жилец пишет заявление Мы это заявление рассматриваем Направляем его, значит, в охрану окружающей среды Выезжает специалист, смотрит дерево Аварийное или неаварийное И говорит нам, можно пилить или нельзя пилить Можно ли век в отрезке или нельзя Соответственно, как бы, отталкиваясь от этого Высокие деревья – это не единственное, что заставляет видеть гнезда Птиц во дворах многоэтажек Привлекает их внимание и доступная еда Которую люди оставляют буквально под окнами Крики грачей, временное явление До тех пор, пока они не собьют гнезда Дальше тишина Нужно прокормить птицов В конце лета грачи встречаются на газонах В большом количестве Можно представить, сколько гусениц они вытащат С этого газона Кроме них, почти никто этим делом не занимается Егеря тоже встали на сторону коммунальщиков У птиц еще есть время Светить новые гнезда в пригороде Или в лесу Альбина Минебаева, Рамзель Гарипов, Ильвира Софиулина, Фахри Исламов ТНВ, Нижнекамск, Казань Вы смотрите новости Татарстана Вот о чем далее Национальных журналистов будут готовить по-новому Первые полтора-два года Будущие журналисты должны постигать фундаментальные науки Чему учиться и где жить будут обладатели гранта ТНВ Проверила Лина Зинатолина Мастер слова и первый диктор татарского телевидения Каким запомнили Айрата Арсланова, Анна Городнова Подлинные страницы истории в одном сборнике Сегодня авторы презентовали книгу К столетию образования ТАССР Работа над ней длилась порядка пяти лет В нее вошли 224 архивных документа Резолюции протоколы Татарско-общественно-политического движения С февраля по декабрь 1917 года Книга вышла в двух изданиях Академическом и подарочном альбоме Общий тираж сборника полторы тысячи экземпляров Авторы уже приступили к созданию второго и третьего томов Это только первый шаг Нам предстоит огромная работа Она уже идет Мы изучаем документы наших российских архивов На предмет нахождения интересных фактов Интересных страниц История нашего народа Нашей земли И у нас еще будет два тома этого издания Борьба за путевку началась Количество городов со статусом моно по стране уменьшится Об этом сегодня сказали в Доме правительства Доказать свою состоятельность придется и семим моногородам республики Сейчас такой статус у Челнов, Нижнекамска, Чистополя, Елабуги, Менделеевска, Зеленодольска и Камских Полян Среди них и четыре города с территориями опережающего социально-экономического развития У проектного офиса федерального есть индикатор По которому они должны снизить количество моногородов в стране на 18 Наша основная задача, над чем мы работаем Это над сохранением у тех городов, которые сейчас есть, статуса моногорода Опасность условная, работа реальная Накануне своего 55-летия пожарная часть Казань-Орксинтеза провела плановое учение Сегодня ее личному составу и другим службам завода пришлось ликвидировать пожар и спасать людей Сколько времени и техники потребовалось службам, чтобы потушить огонь, узнал Рамиль Шайдулин По легенде колонна с флагштоками полыхает огнем Секунды и пламя перекинется дальше Но пути движения обрубает сначала напором воды, а после пены На этом этапе еще есть шансы потушить пожар в самом начале и вызволить пострадавших По легенде в плену огня один из рабочих Карета скорой помощи доехала меньше, чем за минуту Но условное возгорание прибыли все местные экстренные службы Пожарные, газоспасатели, медики Было привлечено 9 единиц основной специальной техники и 60 человек личного состава Подъехали довольно-таки все быстро Значит порядка 15 минут потребовалось на ликвидацию условного пожара Тушить очаг возгорания решились с АЭЛ-42 Пожарные лестницы легко достающие до 12 этажа Пока такая высота не поддалась ни одной пожарной части Татарстана Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань Высшее образование на высшем уровне Для национальных журналистов в Казанском университете Новые методы преподавания С первых курсов фундаментальные знания, чтобы ориентироваться в любой сфере жизни И целых два иностранных языка Именно этому научатся те, кто выиграет наш грант ТНВ за свой счет обучит троих татароязычных выпускников школ в КФУ Что их ждет и как стать одним из них, расскажет Лина Зинатольевна В высшей школе журналистики КФУ сегодня больше тысячи студентов К ним и присоединятся счастливые обладатели нашего гранта Телевизионщиков здесь готовят уже четверть века Посмотрим, как это делается сегодня С порога атмосфера творчества и свободы Начиная от граффити на стенах, заканчивая современной техникой Которая позволит воплотить любые идеи Записать выпуск новостей в собственной телестудии Или провести его в прямом эфире Или снять целую телепрограмму, позвав гостей и зрителей В настоящую студию для ток-шоу Пять камер, профессиональный свет Такой шоурум, кстати, единственный среди российских университетов Нас научили, как монтировать Как брать интервью При этом можно практиковаться и на русском, и на татарском языках Это стандарт обучения национальной тележурналистики в КФУ Но техники и прикладного мастерства недостаточно для такой работы Поэтому учебный план в высшей школе с этого года обновили Первые полтора-два года будущие журналисты должны постигать фундаментальные науки В чем нас все упрекают, да? Что мы не очень хорошо разбираемся в экономике Не умеем анализировать, не умеем политически там правильно выстраивать логические цепочки Базовые знания в политологии, праве, экономике, чтобы ориентироваться во всех сферах общественной жизни А у национального направления дополнительные преимущества Кроме европейского и иностранного языка, который изучают все студенты Для татарских журналистов будет еще и восточный Это либо турецкий, арабский, персидский Вот один из этих языков, которые тесно связаны с татарской культурой С историей татарского народа Ведь представьте себе, изучить историю татарской журналистки невозможно, например, без знания арабской графики Я учусь на двух языках, это русский язык и татарский язык На факультете журналистик у нас практика идет одновременно У тех, кто на гранит науки выиграет грант от ТНВ, с практикой проблем не будет Как и с будущей карьерой на главном республиканском телеканале Кстати, получить звездный билет при хорошем владении татарским языком может выпускник из любого региона страны Сегодня почти 9 тысяч иногородних студентов живут в деревне Универсиады Хотя на деревню это мало похоже, целый жилой микрорайон с современными домами Конечно, нравится У нас отдельный душ, все свое, живем как в квартире Такие комфортабельные условия, они располагают к тому, чтобы можно было спокойненько прийти после учебы, отдохнуть И уже дальше продолжить делать какие-то, например, задания А наше задание простое, чтобы бесплатно поступить в Казанский университет, получить диплом татарского журналиста и стать одним из нас Нужно пройти три этапа конкурса Текст, видеопрезентация, интервью И за первый стоит взяться прямо сейчас До 19 апреля отправь нам эссе на татарском языке в свободной авторской манере на тему «Мой лучший друг» Если ты любишь быть в центре событий, отлично владеешь родным словом и хочешь, чтобы это слышала и видела вся республика, мы ждем именно тебя Лина Зинатульна, Андрес Натальцев, ТНВ, Казань Итак, мы напоминаем, надо успеть до 19 апреля заявиться на конкурс ТНВ на соискании нашего гранта на обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФО Все подробности вы можете найти на нашем сайте tnv.ru Заходим на главную страницу, находим справа специальный баннер конкурса, открываем положение и добро пожаловать Свои работы нужно присылать на электронный ящик PR-tnv-mail.ru Выиграй грант и стань лучшим из нас Он называл себя диктором-шестидесятником, а зрителем и слушателем мастером художественного слова Айрату Арсланову сегодня исполнилось бы 90 лет Один из первых дикторов национального телевидения, народный артист, актер, режиссер Более четырех десятилетий его голос доносился со сцены, по радио и с экрана телевизора Об Айрате Арсланове сегодня вспоминают его коллеги и друзья Золотой фонд его записи изучила и Анна Городнова Мастер разговорного жанра, он выходил на сцену несколько часов подряд, держал внимание зала Айрат Арсланов пришел на эстраду уже популярном, после Камаловского театра и казанского телевидения Он уезжал на гастроли, я с утра до вечера на работе Гастрольный график был очень напряженный, фактически мы жили от отъезда к приезду в семье И всегда готовились к его приездам От Калининграда до Владивостока с гастролями Айрат Арсланов объездил практически весь Советский Союз Произведения татарских поэтов звучали в Финляндии, Польше, Венгрии, Чехословакии Он был первым чтецом, записавшим на звучащий диск мобитскую тетрадь Мусы Джалиля Я только начинала работать, мы часто встречались за кулисами Он рядом стоял, я думаю, боже мой, как же волнительно, как я переживаю Он так на меня, посмотрев, сдержанно сказал Ничего, ничего, Теляханум, я вот столько лет выхожу на сцену уже Но без волнений никогда не обходится Он человек был влюблен в татарский язык, в татарскую культуру, искусство И честно служил татарскому народу Айрат Арсланов вместе с именой Суфиулиной и Людмилой Жуковой Были первыми дикторами казанской студии телевидения Первые звезды, их голоса знал каждый житель Татарстана Но даже после смены работы и ухода в филармонию Арсланов продолжал следить за телевизионной кухней И знакомился с молодыми ведущими Мы всегда с большим вниманием следим за вашей работой, за вашим ростом Лия Загедулина пришла на телевидение в 66-м И сразу попала в команду профессионалов Вместе с Арслановым она вела программу антологии татарской поэзии О работе с мэтром Стрепетом Это для меня была огромная школа Он владел языком в высоком понимании этого слова Это литературный, грамотный, глубокий И со знанием всех нюансов язык Своё 80-летие Айрат Арсланов отметил на сцене казанской филармонии Читал стихи, зал рукоплескал стоя Сегодня ему исполнилось бы 90 лет Анна Городнов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань Мне к этому часу всё дали о погоде А вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112» Всего вам доброго Добрый вечер, время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов Один шаг до заветного трофея Хоккеисты Акбарса в ожидании решающей битвы за Куба Гагарина Уже в эту субботу в Татнефть-Арене стартует финальная серия матчей против ЦСКА Команды проводят заключительные открытые тренировки Дальше всё внимание на соперника На занятиях тренерский штаб старается не перегружать игроков большими физическими нагрузками Сложно предугадать, насколько затянется серия в финале Вряд ли всё завершится в четырёх или пяти матчах Появилась надежда на Иржи Секача Чешский нападающий за травмы пропустил серию с трактором Возможно, мы снова увидим тройку Секач-Хланда-Разиведа Также восстановился Роман Абросимов Серия стартует в Казани 14 и 16 апреля Билетов практически не осталось Прямые трансляции финальных поединков вы сможете увидеть на наших телеканалах Там подобрана очень хорошая команда Очень много ребят Я лично знаю Ребят олимпийские чемпионы Они прошли такую команду, как СК Поэтому настраиваться самым серьёзным образом Будет очень непросто Они не дают времени ни в атаке, ни в обороне Будет очень вязко Я могу сказать, что красивые игры не получатся Будет очень много борьбы везде Уже через месяц Казань будет принимать финал четырёх лиги чемпионов по волейболу 12 и 13 мая в Казанском баскет-холле Сойдутся лучшие европейские коллективы среди мужских команд Об этом говорили на специальной пресс-конференции Сейчас в городе ведётся активная подготовка к предстоящему турниру 30% билетов от общего объёма уже реализовано Также прорабатывается вопрос по проведению на территории парка Тысячелетия развлекательного мероприятия для болельщиков Отдельно Владимир Леонов заострил внимание журналистов на транспортной логистике Главный тренер «Зенита» Владимир Олегно отметил Что несмотря на непривычную площадку баскет-холла При должной поддержке казанской команды болельщиками Всё должно сложиться удачно Хорошая динамика И я уверен, что зритель идёт именно на красивый волейбол Это болельщик в первую очередь нашего клуба Поэтому, конечно, дома, как говорится, и стены помогают Независимо от того, играем мы в баскет-холле Либо в центре волейбола Основной, конечно, двигатель И основной посыл должен быть от болельщика, от зрителя Татарстанская сборная по стендовой стрельбе Продолжает успешно выступать в Адыгее Где в эти дни проходит розыгрыш командного чемпионата России В пятый день соревнований наши спортсмены завоевали две бронзовые медали На третью ступень педестала в женском командном ските Поднялись Альбина Шакирова, Алина Фазалзянова и Зиля Батаршина На троих девушки поразили 517 мишеней Всего два точных выстрела, уступив сборной Краснодарского края, которая стала второй Чемпионками России стали москвички, набравшие 542 очка В мужской части лучшим среди татарстанцев в личке был Николай Теплый, который финишировал с бронзой И это все новости спорта к данной минуте Будьте здоровы и занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды Не успели жители Татарстана насладиться теплом, как вновь температуры понизились Подробнее после полезной информации Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание Успейте заказать со скидкой 20% Данил Мастер, город Казань, улица Восстание 23, телефон 2-167-166 По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаево Будет облачно, пройдет снег и до 7 градусов выше нуля На северо-востоке, в Нижнекамске, набережных Челнах, Елабуге Температуры понизились до плюс 3, местами мокрый снег На севере Татарстана, Меделинске, Агрызи, Менделеевске Также с мокрым снегом и до 4 градусов выше нуля На северо-западе, Барске, Кубмаре, Балтаси Местами пройдет снег и всего 1 градус тепла На юго-западе, в Болгаре, Буинске и Држаном Будет пасмурно, снег и плюс 6 В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши Около 4 градусов со знаком плюс, местами также с мокрым снегом В последующие дни температурный фон не изменится Небо прояснится, осадки прекратятся В Казани облачно с прояснениями, местами со снегом Температура воздуха плюс 1, плюс 3 Ветер северный до 4 метров в секунду Атмосферное давление 756 миллиметров ртудного столба Влажность воздуха 79 процентов Магнитное поле Земли спокойное Это вся информация о погоде в студии была Лила Латыпова До свидания